Господи Божий мой, на Тя уповах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня в среду за богослужением читается Евангелие от Марка, глава 3, стихи с 20 по 27. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Глава 3. Глава 4. Глава 4. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Глава 4. Глава 5. Глава 5. Глава 5. Глава 5. Глава 6. Глава 6. Глава 6. Глава 6. Глава 6. Глава 6. свои силы пищей. И сам Христос далее не обличает своих родных за то, что они хотели увезти его, и вовсе не считает нужным доказывать, что находится в добром здравии. Он только отклоняет их претензии заботиться о нем. Также слух о проповеди Иисуса Христа достиг и пределов Иерусалима. Откуда поспешили книжники, чтобы дать оценку новому проповеднику? Слыша обличение ложного образа жизни религиозной элиты иудейского общества и находя повод в нарушении предписаний норм и правил законов, книжники объявляют, что Господь имеет в себе Вигельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. Эта фраза была вставлена евангелистам в повествовательный ряд не случайно. Книжники образованные люди, тонко чувствовавшие настроение толпы, не произнесли бы ее напрасно. Слова обесноватости Иисуса указывают на недоумение обычных людей, встретившихся со Христом. Никто и никогда не имел такой власти над демонами, как Иисус из Назарета. И потому непостижимую силу легче было приписать Вигельзевулу, забыв о Боге. На это Господь отвечает притчей о разделившемся царстве, комментируя которую, священномученик Григорий Шлистельбургский пишет, «Как ты можешь в хорошем деле опираться на плохое? Как ты можешь, борясь в себе с какой-либо скверной, заласкивать в себе же другую неправду? Разве это последняя неправда, будучи укрепляемой, позволит тебе выгнать сродное себе? Разве сатана зло выгонит сатану другое зло?» Суть притчи Спаситель выражает в следующих словах. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Чтобы понять значение этих слов Господа, нужно вспомнить выражение, которое встречается нам в первой главе данного Евангелия, где о Христе свидетельствует Иоанн Креститель, говоря, «Идет за мной сильнейший меня». Так в этой притче мы находим сильнейшего. Это сам Господь. Именно Он одержал победу над сатаной в пустыне, отвергнув его искушение, таким образом связав его. Теперь Спаситель разоряет его дом, отнимая у него его вещи, то есть освобождая людей, лишая бесов власти над теми, кем они владели. Сегодняшнее евангельское чтение, дорогие братья и сестры, говорит о триумфе нашего Спасителя. Он начал опустошение дома сатаны, освобождая окружавших Господа людей от влияния бесов. Но также в этом чтении есть пример для каждого из нас. Победы иного рода. «Книжники приходят оскорбить Христа, повесить на Него ярлык сумасшедшего, бесноватого человека. Но Господь не отвечает оскорблением на оскорбление. Он не вешает похожие ярлыки. Он стремится разъяснить, открыть людям истину, вне зависимости от того, примут они ее сейчас или нет. Хорошо было бы научиться такому терпению. Помогай нам в этом, Господь! Господи Боже мой, на Тя уповах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя.